Нью-Йорк Таймс пишет, что ужесточение мобилизации, которое вчера одобрила Верховная Рада Украины, может уничтожить целое поколение украинцев. То есть и так потери огромные, а будут, ну, просто будет вычеркнуто это поколение. И в этой связи, ну, наверное, очень хорошо бьется эмоциональная реплика Лукашенко вчера в разговоре с Владимиром Путиным. Он сказал, чувствую недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье. Вот по вашему мнению, точка невозврата еще не пройдена? Нет, точка невозврата никогда не пройдена. Вот в чем дело. Тут это же не метеорит какой-то, который летит, так сказать, ударился в землю, и все. Точка невозврата пройдена. Или там тоже, так сказать, опять же, не запуск космического корабля. Вот, когда он уже на орбите там или прочее, прочее. Вот, это социально-политические процессы, общественные. А у них никогда не бывает такой ситуации, когда вообще нельзя ничего изменить. Тут такая штука. Нельзя возвратиться к тому, что было, как в жизни конкретного человека. Нельзя-ка вам там из 50 лет, так сказать, возвратиться в свои 20. Вот. Но что-то поменять в жизни можно всегда, в том числе с учетом того опыта, включая, так сказать, негативный, который у вас накопился, да, или той ситуации, в которой вы находитесь. Вот об этом, эта возможность никогда не потеряна. Она всегда есть. И обращаясь там к условной, там, украинской элите, я всегда говорил, ну, вы подумайте, ради чего вообще эта борьба? Для чего? Вы же не свои интересы защищаете. Вы защищаете интересы заокеанского дяди, а вам же предлагали независимость, так сказать, вам ее дали, в конце концов, вам ее подоили. Ей просто надо было рационально воспользоваться. Но здесь проблема вот в этой, на мой взгляд, недогосударственности украинской, недоделанности ее, так называемой, элиты, неспособности этой элиты выйти на действительно государственный уровень осмысления тех проблем, так сказать, задачи, которые стоят перед независимой Украиной. Ради чего, как бы, вот это вот самоубийство, ради того, чтобы понравиться Западу, ради того, чтобы сказать, вот мы в Евросоюзе.